Как сложилась судьба в эпилохе Труса, Георгия Витцина? Почему Леонид Гайдай взял на роль неравного, сентиментального и слабовольного ипохондрика Труса, истинного трезвенка Георгия Витцина? Каким на самом деле был истинный приверженец здорового образа жизни? Георгий Витцин родился 18 апреля 1917 года в поселке Теревыке в Выборгской губернии Великого Княжества Финляндского, входившего в состав Российской империи. Сегодня это город Зеленогорск, входящий в курортный район Санкт-Петербург. Родители – самые простые люди, совершенно никак не связанные с искусством. А в 1918 году, когда Георгию было 8 месяцев, семья переехала в Москву. Вскоре его отец скончался от болезни и ран, полученных на полях Первой мировой, а мама, Мэрия Матвеевна, одна воспитывала мальчика. Она устроилась билетершей в колонный зал Дома Союзов, поэтому юный Георгий часто бывал там. С детства мальчик был очень застинчивым и закомплексованным, однако переходный возраст дал о себе знать. В 12 лет он приходит в театральную студию, чтобы связать свою жизнь с актерским искусством навсегда. Сначала это были отрицательные персонажи на школьной сцене, а потом роль Трауса, принесшая ему поистине всесоюзную известность. После школы в 1933 году Георгий поступает в училище малого театра, однако вскоре его отчисляют за легкомысленное отношение к учебному процессу. На следующий год он поступает в театральное училище имени Вахтангова, а годом позже переводится в театральную студию МХАТ-2, которая успешно заканчивает. С 1936 года Георгий Витцин служит в театре имени Ермоловой. Успех пришел к нему практически сразу. Работники театра позже вспоминали, что если не играл не Витцин, посетитель попросту сдавал билет в кассу и уходил. 33 года жизни были отданы этому театру. Карьера в кино началась сразу после Великой войны. В 1945 году актер снялся в роли железнодорожника в картине «Здравствуй, Москва». Затем были роли Николая Гоголя в исторических лентах композитора Глинка и Белинский, а известность пришла после роли Васи Веснушкина в фильме «Запасной игрок», вышедшем на экраны в 1954 году. Застинчивый и отзывчивый перенек понравился зрителям, а Георгий всегда очень молодо выглядел, несмотря на то, что ему было уже 37 лет. Широкое признание пришло после выхода на экраны зарисовок о приключениях труса «Бываловые балбесы». Пес Барбоса необычный кросс, самогонщики, а после операции «И» и «Кавказская пленница» его знала вся страна, как и Шурика, Лиду и Нину. Также среди наиболее известных ролей актера – авантюрист Сэм в «Деловых людях», Миша Близаминов в «Женитьбе Близаминова», Сэр Эндрю в «Двенадцатой ночи», Волшебник в «Старой-старой сказке» и Хмырь в «Джентльменах удачи». Всего актер был задействован в 313 проектах, включая озвучку и роли дубляжа. Личная жизнь Георгия Витцина заслуживает отдельного рассказа. В 19 лет он сошелся с актрисой Надеждой Тополевой, бросившей ради него мужа, театрального режиссера Николая Хмелева. Долгие годы они прожили в гражданском браке и даже после расставания сохранили дружеские отношения. Георгий активно помогал ей, переносил лекарства и продукты. Она была на 15 лет старше. В 1949 году актер женился на костюмере Тамаре Федоровне Мичуриной, племяннице великого биолога и селекционера Ивана Владимировича Мичурина. В 1954 году у них родилась дочь Натальи. По мнению дочери, отцу больше подошла бы профессия художника или скульптора, его успехи на этих поприщах были весьма заметными. Также он занимался йогой, вел здоровый образ жизни, долгие годы выглядя значительно моложе своих лет. Однако с легкой руки Леонида Гайдаря он запомнился многим выпивух и трусом, хотя никогда не пил. Всю жизнь Витсон избегал публичности, даже актерских посиделок, предпочитая компанию зверей или книг. Его жизненные принципы – не высовывайся, жизнь надо прожить незаметно. Именно поэтому он вел буквально нищенское существование на обочине жизни, особенно в последние годы, когда здоровье уже не позволяло сниматься в кино. Последняя роль была в 1994 году. Великий актер отдал просторную квартиру в центре Москвы дочери, а сам жил в Хрущевке, выходя из дома только чтобы покормить голубей. Георгий Витсон умер в понедельник 22 октября 2001 года, а три дня спустя был похоронен на Ваганьковском кладбище столицы. Какая роль Георгия Витсона нравится вам больше всего? Напишите об этом в комментариях. И, конечно, не забывайте про лайк и подписку.